Виктория Викторовна вчера подписала распоряжение о вашем увлении. Как вы к этому относитесь? Имели ли на это право без решения сессии? Буквально вот, наверное, 10-15 минут назад, как был ознакомлен с данным заявлением, подписал его, распоряжением, не заявлением по распоряжениям, подписал его с формулировкой, что не согласен с данным распоряжением. Дальше будем идти в суд. Будете спорить? Однозначно. Я думаю, что глава областного совета, человек, который должен соблюдать закон, а не нарушать его. Единственная процедура, как вас могли увозить, это только решение сессии. Я правильно понимаю? Да. Однозначно. Призначается, извините решением сессии областной. Ну, а было, если она еще гривня, там. Вашему мнению, с чем связано такое решение ее? Кто-то повлиял? Ну, однозначно влияет администрация. Влияет администрация. Мы же видим, прослеживаем публикации от главы партии «Наш край», да, от Юрия Анатольевича Кормышкина. Я думаю, что их общая какая-то неприязнь ко мне, она все вот как бы сформировала и вылилась в этом распоряжении. Но я думаю, что наше какое-то или их личное мы не должны путать с работой. Это большое заблуждение власти в Николаевской области. Поэтому постараемся все вернуть в правовое русло. Сегодня, вот пока я вас ждала, пока ждала Виктория Викторовна, из ее кабинета вышли вице-губернатор Александр Кушнирович, Слав Бунь и депутат Федор Барна. Вам известно, по какому вопросу они собирались? По-вашему или по какому-то другому? Ну, мне точно неизвестно, но думаю, что однозначно уговаривали ее подписать такие вот это незаконное распоряжение. Им-то все равно на Викторию Викторовну и на областной совет в целом. Я думаю, что здесь и может быть, может ошибаюсь, отключение внимания от администрации. Чем больше войны и руганий в областном совете, тем меньше уделяют бездеятельности администрации областной и государственной. Я правильно понимаю, вы сейчас получаете все документы на руки, трудовую книжку, я так понимаю, уже подписали это все, и вы должны освободить кабинет? Ну, как получу трудовую книжку тогда, да. Когда получу расчетную, трудовую книгу. Как вы оцениваете свою работу в должности? Ну, как бы мою работу, прежде всего, должны оценить, конечно, депутаты и избиратели, которые меня делегировали сюда, но... Но депутатам вчера не хватило голосов для того, чтобы вот вас снять. Вот это о чем-то говорит или вот как? Я думаю, это как минимум их позиция, что я, наверное, на правильном пути. Я уделял работе больше времени, наверное, чем должен был по кзоту, да. Мне это интересная работа. Я в органах местного самоуправления работал впервые. Поэтому это и огромный опыт, это и большая нагрузка, потому что его надо было черпать и быть достойным, наверное, стараться быть, по крайней мере, достойным на этой должности. Поэтому я оцениваю ее, ну, как минимум, хорошо. Как оценивают ее депутаты, мы видели вчера, ну, а уже избиратели дадут оценку, наверное, в общем. Как вы оцениваете, в принципе, вот сегодняшнюю ситуацию в областном совете? Многие депутаты говорят о том, что нужно переформатировать работу областного совета, поменять комиссии, глав комиссии. Сегодня мы видим вот действия, там, вас увольняют тоже, вот непонятно. Это превышение полномочий вообще было или что? Если глава областного совета, своим распоряжением, да. Ну, это как минимум превышение полномочий. И, ну, я не сторонник... Будет ли какая-то, почему, что я имею в виду, будет ли какая-то эффективная работа дальше областного совета в виде конфликта между фракцией, между главной фракцией, между главой облсовета и депутатами? Скажите, пожалуйста, сколько у нас было руганий в средствах, освещено руганий в средствах массовой информации не только Николаевской области, а на всеукраинских средствах массовой информации, связанных с Николаевским областным советом? Их было, ну, не просто достаточно, было предостаточно, было очень много. Я думаю, что, скорее всего, это, наверное, проблема в руководителе областного совета. То есть, по-вашему, нужно менять главу? Все надо начинать с главы. И, конечно же, переформатировать и глав комиссии. Если Кормышкин и в прошлом году Юрий Анатольевич за весь 17-й год из 8 комиссий провел всего лишь 3, а на всех остальных он где-то отсутствовал, или за границей, или по своим бизнес-вопросам. Может, он и хороший руководитель комиссии, наверное, пускай тогда занимается либо комиссией, организовывают ее работу, выезды. У нас, я думаю, немало проблем с землей есть, да? Либо занимается тогда непосредственно своим бизнесом. Как-то так. Вижу, что не получается у него совмещать эти две должности, общественную и бизнесовую. Ну, и так можно пройтись по ряду других комиссий. Барна Федора Петровича, который позорит областной совет практически на каждой комиссии, ведя ее вот таким образом, знаем его манеру ведения комиссии, обзывания и так далее. Но при этом Барна Федора Петрович, наверное, один из немногих депутатов, который часто бывает в кабинете главы областного совета. В последнее время. Раньше так не было? Было изначально, потом, ну, сейчас вот как-то так. Сейчас, да. В последнее время очень часто, и сегодня, с самого утра. Кого вы видите среди депутатов, сторонниками вашим, вот по вопросу, да, переизбрания главы областного совета? Сегодня вы обсуждали со своими коллегами? Понимаете, дело в том, что... Вообще обсуждали цели этот вопрос? Вот этот вопрос обсуждается давно. Вопрос в том, что этот вопрос не выходит за рамки обсуждения. Толерантность мешает, уважение мешает, уважение к должности мешает. Ну, разные факторы. Ну, я думаю, что этот вопрос не просто назрел. А что должно произойти, чтобы... Ну, посмотрим, посмотрим, что будет по решению суда непосредственно с моим увольнением, как суд рассмотрит, и какие будут его, какой будет вердикт, результаты. Ну, спасибо.